привет котят с вами канал в маске и сегодня мы посмотрим на некоторую продукцию компании игрок на некоторую продукцию компании долб и в качестве бонуса еще посмотрим на сквизер от кобры потому что он тоже хромовый а тут есть в общем хромовый хромовый дрипер да это очередной лайф видос и в этом видосе мы даже перекрашивать цвет не будем то есть бафтест будет весьма условным я тут просто прикинул у меня очень много чернил на обзор еще стоит но маркеров смысле разных есть планируется сделать свои там какие-то крутые чернила несколько штук ну то что для видосов такое планируется то планируется все если я каждый раз буду вот эту вот доску просто перекрашивать большую мне просто охренею этим заниматься плюс опять же на межслойную сушку нужно много времени у меня его сейчас не так много но в плане вообще для видосов поэтому пока так ну и до того как начнем хочу показать приколюху которую мои подписчики замутили это бот бот который помогает вам находить шмотки со скидоном в общем в этом боте есть все от пальто и джинсовок до косметики и замечательного антивандала но если серьезно то все довольно просто вы по сути просто подписывайтесь на рассылку все рассылки имеют к определенные параметры то есть вы просто там выбираете свой там размер там что вы ищете там конкретно какие шмотки здесь на самом деле очень дохрена всего и по сути вы просто подписывайтесь на рассылкой вам приходят вот такого плана сообщения где показаны в общем-то сами по все шмотки сколько они стоят сколько на них скидка я тут просто на подписывался на мужские и на женские категории просто чтобы показать что приходит и в общем-то сюда приходит только предложение со скидкой разработчики бота хотят составить конкуренцию современной и коммерции надеюсь что у них все это получится ссылка на вот этого удобнейшего бота есть в описании и совсем забыл сказать то что у бота есть свой чате где происходит какой-то всякий движняк еще раз ссылочка в описании ну и теперь давайте посмотрим что у нас тут есть во первых это конечно же сквизеры сквизеры от грога мини двадцать очки full metal paint и в противовес им два сквизера от компании долл забавно то что сквизеры у них называется dripper но на белом вообще никаких опознавательных знаков нет и самый занимательный момент посмотрите сколько здесь пигмента в хроме спойлер его не очень много учитывая что здесь вот вот настолько вот дохрена жидкости посмотрите просто насколько больше пигмента в кринке и вот вам еще для примера посмотрите сколько пигмента в разбавленной серебрянки например то это хорошая серебрянка но она разбавлена тем не менее и у меня на самом деле есть определенные сомнения относительно того что все это будет укрывистым ну посмотрим со сквизерами разобрались дальше у нас в общем-то grog metalhead и альтернатива доуп это доуп слаг также долпы у нас есть два помповых маркера это долп бист и долп постер ну и еще вот такой вот долп так перманентник в нем нет помпы то есть по сути это просто обычный перманентный маркер широким пером ну и в качестве бонуса сквизер от кобры вот с таким вот маленьким пером ну и начнем мы пожалуй именно со сквизеров что можно сказать про кобру и про dripper и у них очень мягкий корпус то есть я вот могу совершенно без напрягов одной рукой сжать корпуса в то время как у grog он сжимается тоже легко но уже он пожестче будет то есть dripper вот реально ты его берешь и вот так вот одной рукой раз просто вдвое по сути можно его сжать в то время как grog of ski ну ну такое он очень плотный больше никаких конструктивных отличий нет перья одинаковые все одинаковое разная жесткость поэтому предлагаю их в общем-то потрясти и посмотреть как они себя поведут ну и давайте начнем с чего поаккуратнее в общем с кобры видно что если не поддавать красла то линия такая себе но у большинства сквизеров проблемы на стекле поэтому в целом я считаю что результат довольно неплохой ну и рядышком сразу хромовый dripper чтобы посмотреть что куда визуально dripper выглядит посерее и за счет того что у него меньше пигмента он полупрозрачный реально я вот сквозь линию вижу что за ней и вот здесь тоже довольно таки сильно видно что на мой взгляд ну не очень круто хромовый dripper начинает подсыхать и прям видно давайте сер белый посмотрим ну вот у белого цвет намного плотнее по сравнению с хромовым белый dripper намного плотнее и в целом он погуще будет то есть он намного более густой черный full metal paint ну видно что его немножко забивает что но если не поддавать чернила линия просто кал чернила довольно густые крайне неохотно текут это в принципе видно но вот линия реально ну не знаю если чернила не поддавать просто помоешь на очень густые чернила это конечно с одной стороны прикольно то что они такие густые кажется одной стороны прикольно можно побольше поддавать их и они не будут растекаться но с другой стороны конечно плотность ну небольшая прямо скажем ну и последний сквизер на сегодня игрок мини двадцатка заправленная розовым full metal paint ну опять же видно проблемы с линией опять же очень маленькая плотность если не поддавать чернила если честно в прошлый раз результаты по-моему были получше поэтому сейчас мы посмотрим на голубой full metal paint заправленный в молотовский сквизер странное дело голубой то ли он плотнее сам по себе то ли это просто партия старая то ли еще что-то но голубой full metal paint который был в прошлом видосе нравится мне намного больше ну и пока все дело сохнет на стекле давайте посмотрим внутренночку этих двух помповых маркеров начнем пожалуй с долбиста внутри что немаловажно залита краска не чернила и это действительно краска потому что когда ты делаешь вот так вот с него прям начинают не знаю видно лет начинает сыпаться начинают сыпаться кусочки этой самой краски не знаете что давайте лучше начнем с постера потому что он не пропитан и он будет по-любому более чистый давайте попробуем с постера начать выглядит все дело вот так вот написано что маркер акриловый но давайте посмотрим на вроде на внутрянку резьба левосторонняя резьба очень крупные всего два витка внутри стандартные 15 миллиметров губка которая больше вообще похоже на кусман поролона чем на губку и вот такая вот довольно скромненькая помпа которая по моему ну по виду во всяком случае даже уже чем молотовская в целом прикольно то что такой flat design то есть голова не выступает за габарит самого маркера но то что узкая помпа это конечно спорный момент хотя чернила вроде довольно таки жидкие проблем быть не должно никаких давайте сразу же попробуем пропитать написано кстати то что это акрилик инк то есть внутри типа не краска и а чернила ну кстати линия довольно таки плотная не вы продавал так рассказывать особо нечего обычный перманентник помпы нету то есть внутри по сути просто картридж с чернилами цвет на самом деле я даже не сказал что черный вообще какой-то странный я не могу даже как-то ну короче не могу внятно подобрать слова он вроде и синим отливает и фиолетовым и черным и какой-то краснотой хотя в магазе где вот он покупался было написано что он черный ну посмотрим ну и до убийства помпа внутри краска то есть не чернила и написано что она hard to buff ну посмотрим потом насколько она hard to buff давайте попробуем сначала все это разобрать и глянуть чё же там внутри маркер пятнаху уже пропитанный потому что приехал полупропитаном я его пропитал сразу же внутри нормальная губка внутри очень узкая помпа ну кстати чернил тут прям щедро налита учитывая то что я уже пропитал несколько линий провел тут реально прям до краев наполнена колба сама по себе помпа не особо длинная но очень узкая не знаю проблем вроде не было и пропитывалась быстро но вот такая узкая помпа конечно меня немножко смущает свою очередь голова кстати визуально очень похоже на от эров скую но таковой не является выполнена из более приятного пластика и на мой взгляд ну более качественная ну и крайние две штуки на сегодня это metalhead и слаг скажу сразу то что долб слагом я уже немножечко попользовался попробовал писать и блин это очень прикольная штука выглядит в принципе так же как и ощущается то есть в бутылочку от жижи для вейпа вставили короче эту металлическую херню от гелевой ручки но здесь ход вот этого шарика который внутри как клапан он довольно большой и когда ты начинаешь им писать ты прям чувствуешь как клапан открывается блин это очень прикольно очень удобно и почему только долб делает такие штуки потому что да ей не сделать там большую метровую тегу до ей там не особо чет еще можно там сделать то есть именно сами ощущения от того как вы ведете линию они невозможно вообще приятные и если вы живете там в украине или где-нибудь в европе у вас есть маза купить долб слаг купите себе попробовать реально очень прикольная штука ну и давайте также по стеклу попробуем до линии не везде ровная но тем не менее по ощущениям все это работает прям очень приятно ну и здесь понятно что никаких проблем уже точно не будет на мой взгляд очень удобная безделушка поток чернил полностью регулируется нажатием на колбу колба не слишком мягкая и в целом контроль действительно ну меня радует ну и конечно же grog metalhead крайне долгоживущая херня клапан как мне кажется вообще вечный потому что целиком металлический но что мне не нравится это вот эта вот крышка на защелке да но вроде как здорово защелкивается но мне все-таки кажется то что подобное соединение не слишком герметично это что краска будет здесь засыхать что конечно же на мой взгляд плохо это губка внутри есть или что или или я что-то не знаю короче говоря только что попытался пропитать ну типа начать писать мне ничего не получилось тут внутри вот такая вот крышечка которые нужно перед этим снять еще grog of sky и краска grog of sky окраска пахнет просто офигенно реально прям просто супер топ ну и благодаря крышечки получили доступ к внутренностям чистеньким внутренностям клапана внутри просто довольно мощная пружины и по сути да давай внутри внутри по сути просто мощная пружины и все. Меня вот еще на самом деле очень интересует вопрос, а нужно ли эту крышку потом на место ставить, когда ты уже закончил свои грязные дела. Потому что если да, то это супер тупо. А если нет, то не будет ли через клапан все это испаряться. Ну, узнаем. Давайте попробуем еще раз. Я сейчас понял, зачем нужна была крышка, потому что я не открывал еще клапан. Но, как мы видим, я вот просто перевернул вот так вот, понадавливал немножко. И, как мы видим, заправо уже начала вытекать. Ну, посмотрим, посмотрим. Anyway, клей за 30 рублей всяко будет лучше. Тут даже это не обсуждается, но так в целом, посмотреть просто, ну... Ну, да. Ведет себя тупо как клей. Вот реально. Не, ну, понятное дело то, что, конечно, не клей за 30 рублей. Ну, кстати, выпуск про клей, он вот здесь вот в посылочке есть. Посмотрите, он прикольный. Конечно, не клей, но в целом явно лучше, чем молотов Rollerball. Вот прям стопы дома лучше. Да, чернила, конечно, нужно прям поддавать нормально, чтобы все это хорошо работало. Но, по ощущениям, опять же, ну, тупо клей за 30. Прям один в один. Только, разве что, клапан металлический убьется медленнее. Короче, попробую его вот так вот закрыть. Заодно посмотрим, засохнет или нет. Ну, здесь от Бафтеста я, конечно, ничего особенного не жду, но давайте попробуем хотя бы. По итогу мне больше всего понравился белый дриппер, потому что у него консистенция прям приятная. И хромовая кобра, потому что она очень плотная и цвет крутой. Хромовый дриппер вообще неукривистый, оттенок просто серебряночный. Ну, про допс лак это вообще отдельная история, дико нравится. Металхед тоже прикольно. По поводу филл металпейнта, ну, именно вот этих сквизеров, не знаю, мне голубой в FMP намного больше понравился, не знаю, что с этими не так. Здесь я, в принципе, ничего особенного не жду, просто протереть, чтобы чернила попробовать, которые в маркерах. Ну, и давайте попробуем наши, в общем-то, маркосики. В целом, конечно, писать удобно, но перо очень мягкое, то есть я вот, блин, не знаю, как показать, надеюсь, видно будет. Короче, вот так вот делаю, и оно уже как бы проминается. Но в остальном, да, цвет прикольный, неукривистый, но писать действительно удобно. Ну, какой плотный цвет. Не, ну, по стеклу, конечно, прям, прям плотничком. Я бы даже сказал, что это не то, чтобы прям чернила, это прям краска акриловая. И даже если там быстро как-то вести, линии плюс-минус нормальные получаются. Ну, и бист. Чувствуется, что он довольно густой, конечно. Не, в целом, в целом неплохо. Но, конечно, для того, чтобы быстро линию вести, нужно пропитывать очень хорошо. И внутри, конечно, чувствуется то, что краска, а не чернила, потому что, ну, густовато реально. Для помпы все-таки я считаю, что густовато. Но, в целом, ничего. Вот, короче, похвалил я постер, а он превратился в тыкву. Высохло, конечно, все это быстро. То есть, бист высыхает очень быстро, мне прям понравилось. Ну, вот, постер из черного стал просто таким грязно-серым, таким ублюдским цветом. Не знаю, мне не нравится. То есть, в этом что-то есть, конечно, да. Но вот если не заявлялся как черный, было вообще отлично. Потому что, ну, вот это, ну, это не черный ни хрена. Это, блядь, просто какой-то темно-серый. Ну, и для галочки давайте попробуем. Какой-то прям итог подводить не буду, потому что пока рано. Мы еще не попробовали все это поперекрашивать. Но я сразу скажу то, что по личным ощущениям очень круто ощущается слаг, очень круто ощущается маленький сквизер от Кобры. Металл-хэт просто волшебно пахнет. Но, не знаю, меня смущает все-таки то, что он может, ну, высохнуть, как мне кажется. Опять же, посмотрим. Ну, и, на мой взгляд, разница с клеем за 30 рублей несущественна. Сквизеры остальные особо не понравились. Тегеры прикольные, но нужно смотреть дальше. Конструктивно круто, по качеству чернил, пока непонятно, нужно перекрашивать. Надеюсь, это было интересно. Финансово помочь можно по ссылке в описании. И всех обнял.